Всем привет! Это показывает не Москва, а программа о жизни российских регионов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Ведь даже если Кремль далеко, он вас достанет. Или уже достал. Из этого выпуска вы узнаете. Почему российские солдаты обворовывают жителей российских регионов? Как в Тыве детей учат врать, чтобы не расстраивать Путина? Почему школьники в Хасавюрте учатся в четыре смены? И чем объяснил свое нежелание читать молитву о победе России над Украиной священник Петр Устинов из Челябинска? На этой неделе у российских школьников начался новый учебный год. Он примечателен тем, что в школьной программе появились такие предметы, как семьеведение, основы безопасности и защиты Родины и уроки по производству и применению беспилотников. Словом, максимум патриотизма и милитаристской патетики. В Оренбурге группа африканских исполнителей даже исполнила на школьной линейке песню о Святой Руси, разумеется, под иконами. И, конечно же, не стоит забывать про разговоры о вас. В школе номер 20 столицы Тывы, Кызыла, такой урок провел лично Владимир Путин. Но прежде школьникам преподали еще один урок – вранья и подобострастие. Провел его директор школы номер 20 Попугалов. Когда Путин спросил у одной из школьниц, далеко ли ей добираться до школы, и девочка честно призналась, что не близко, директор, стоя за спиной у Путина, продемонстрировал блестящий талант к пантомиме, вынуждая ребенка соврать, чтобы не расстраивать начальника. Далеко оттуда? Ну, достаточно далеко. Два километра. Марканка будет? Далеко. Два километра. Марканка будет. Общаясь со школьниками, Путин попросил не забрасывать изучение английского языка, как этого хотят западные элиты для того, чтобы изолировать Россию. Ну и налегать на китайский, с которым бурно растет товарооборот и другие связи. Именно так делают некие маленькие члены семьи Путина. Бизнес развивается соответствующим образом. Очень много партнеров появляется между Россией и Китаем. Они появляются естественным образом. У нас свыше 200 миллиардов долларов оборот с Китаем, уже 230 по разным подсчетам. И объем увеличивается. А что это значит? Это не просто значит, что товары перевозятся из одного места в другое, из одной страны в другую. Или не просто там наши коллективы создаются научные, совместные и так далее. Это значит, что когда люди общаются между собой в решении конкретных задач, которые жизнь перед ними ставит, возникает потребность изучения языка друг друга. И в Китае, кстати говоря, тоже растет интерес к русскому языку. А у нас к китайскому. Члены моей семьи, говорят, уже маленькие, на китайском языке. Здесь уместно вспомнить расследование журналистов Центра Досье, которые выяснили, что у Путина есть два малолетних сына. Девятилетний Иван и пятилетний Владимир. Так что вполне возможно, спустя годы Россия вновь будет управлять Владимир Путин. Только второй. Возможно, это уже при нем. Тыву, наконец, свяжут с остальной Россией железной дорогой. Старт строительства, который Путин первый дал лично еще в 2011 году. Но дальше одного рельса дело не пошло. Вот здесь Владимир Владимирович торжественно забил стартовый золотой костыль. Его потом украли через несколько дней, этот костыль. Потом еще рельсы эти разобрали на металлолом, украли их заново, потом положили. Действующий Путин об этом говорить не стал. Но, конечно же, он не мог обойти вниманием ситуацию с войной в Украине, рассказав школьникам, как обстоят дела в Курской области, где тысячи квадратных километров до сих пор контролируются украинской армией. Счет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен. Да, конечно, и прежде всего это касается наших людей. Люди испытывают, проходят через тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главные задачи, которые противник стоял перед собой, остановить наше наступление на Донбассе, они не достигли. Более того, теперь речь идёт не о том, чтобы двигаться по 200-300 метров вперёд. Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооружённые силы ставят под контроль территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами. Поэтому уверен, что и эта провокация провалится. Ну и возникнет после этого, мне кажется, возникнет и желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам. Путин не стал уточнять, что первоклассникам Белгородчины подарили альбомы с инструкциями о том, как себя вести при обстрелах, где прятаться и как ложиться на землю. А также о том, что курские школы обкладывают мешками с песком и бетонными блоками. При этом из-за боевых действий дети всё равно будут учиться дистанционно. Ну а что поделать? Война в стране. Учащимся школой номер 16 Хасавюрта приходится ходить на уроки в четыре смены. Учебное заведение рассчитано на 256 учеников, а принимает почти в четыре раза больше. Жители нескольких микрорайонов просят не только отремонтировать старую школу, но и построить новую. 21 века новые школы, новые, даже малейшие арты, стулья и то новые. А у наших ребят я училась в 60 лет, я училась в этой 16-й школе. Мои родители учились в этой 16-й школе, мои дети учились в этой 16-й школе. Сейчас мои внуки идут в эту проклятую 16-ю школу, но там ничего не менялось. Минобразование республики утверждает, что подобрать участок в этих микрорайонах не получается. Заявки на капремонт школы тоже нет, поэтому никакие работы пока не планируются. Родителям просто предложили поискать другие учебные заведения. А вот искать альтернативу действующей в России власти мальчишкам, девчонкам, а также их родителям строго-настрого запрещено. Директор многопрофильного лицея в Хабаровске на торжественной линейке настоятельно рекомендовала присутствующим голосовать за ее коллег по партии «Единая Россия». Сама Ольга Кодина была депутатом горсовета Хабаровска от ЕР прошлого созыва. Уважаемые мамы и папы, не надо идти за теми, кто все критикует, кто борется за все хорошее против всего плохого. Такого не бывает. Давайте проголосуем за тех людей, которые действительно созидают, которые создают и помогают нам украсить мир вокруг себя. Будем украшать каждый из нас самостоятельно мир вокруг себя и все станет эффективно. Проголосуйте, пожалуйста, за Владимира Викторовича и за Алену Викторовну. Местные паблики отмечают, что на территории школы находится участковая избирательная комиссия, а значит агитация запрещена в радиусе 50 метров. Но партии и власти дозволено все. О том, что цинизму чиновников нет предела, говорит и торжественная линейка в школе номер 17 Красноярска, где войну в Украине сравнили с трагедией в Беслане, а начали линейку с минуты молчания в память о погибших на СВО. 1127 человек были захвачены в заложнике. 334 из них погибли. 186 погибших дети. Это никогда не должно повториться. Поэтому прямо сейчас на переднем краю борьбы с фашизмом и международным терроризмом сражаются наши родные и близкие в зоне специальной военной операции. Эта манипуляция совсем не удивляет. 20 августа Путин тоже сравнил террористов в Беслане с украинцами, которые, с его слов, сейчас воюют с Россией. Он почему-то посетил место трагедии за две недели до траурной годовщины. На мероприятиях, которые состоялись в Беслане на этой неделе, его не было. Между тем, во дворе Бесланской школы номер один открыли копию скульптуры «Немой крик», на которой изображен ребенок-заложник. Это Георгий Ильин, которому на момент теракта было 9 лет. В церемонии открытия участвовал итальянский скульптор Ренце Ванди, который создал оригинальный памятник в 2006 году в Сан-Марина. Напомню, всего жертвами теракта в Беслане стали 333 человека. Подавляющее большинство из них погибли от действий российских силовиков, которые пошли на штурм здания, стреляя из гранатометов, огнеметов и танков. Долгие годы родственники погибших добивались справедливости в российских судах, но безуспешно. На их сторону встал только Европейский суд по правам человека. Он постановил, что власти России не только не провели эффективную операцию по освобождению заложников, но и толком не расследовали эти события с одной лишь целью, чтобы скрыть свои собственные преступления. Россиян продолжают заманивать на войну в Украине большими деньгами. Реклама службы по контракту и так звучала из каждого утюга, но самый крупный ее всплеск случился после вторжения ВСУ в Курскую область. Регионы отреагировали на это новой гонкой предложений. Например, Татарстан теперь обещает разово выплачивать при подписании контракта до 2 миллионов рублей. Но выясняется, что быстрые деньги не такие уж и быстрые. Вот очередной раненый контрактник записал обращение из госпиталя, где его наспех пролечили, и теперь требует, чтобы он вернулся в часть. Но денег на дорогу у Игоря Новикова из Новгородской области нет. У меня мать больная. Я сам матери посылал. 195 тысяч я получил всего за три месяца. Ни губернаторских этих не получал выплат региональных. Никаких. Так вот, прошу разобраться, помочь бойцам, которые защищают нашу родину от врага, которые боют его ежедневно и гибнут, и жизнь вкладут свою. Помогите, люди не равнодушные. Пускай это обращение долетит до всех чиновников, которые только могут отвечать за это все, которые могут навести порядок. Я прошу вас, люди, доведите до них. Начальство прямо заявило Новикову, что безденежье – это его личная проблема. Так что теперь контрактник ищет какой-нибудь благотворительный фонд, который мог бы оплатить ему дорогу обратно на войну. И не он один. Я тут такой не один. Нас тут много. И половина денег не приходит. Также наплевательские российские власти относятся и к родственникам российских солдат. Из дагестанского села Атланаул на войну забрали более 90 мужчин. 15 из них объявлены погибшими. Но что же люди получают взамен? Питьевую воду раз в неделю, а также пыль с ближайшего цементного завода, которую ветром сносит прямо на детсад, по стенам которого ползут трещины. Но люди не теряют надежду и продолжают записывать обращения к Путину. А вдруг он их все-таки заметит? Щитовое здание, облицованное кирпичом, находится в кредаварийном состоянии. Фундамент осел, стены в трещинах. Из-под полов отдает сыростью, из-за чего часто дети болеют. В школе здание начальных классов тоже находится уже в аварийном состоянии. Сотрудники пожарного надзора отключили полностью электроэнергию. С этого года там занятия проводиться не будут. Здание нужно стеснить. По-другому там вопрос не решается. А вот жители села Можвай в Удмуртии замучили чиновников просьбами отремонтировать им дорогу. Асфальта в тех местах не существует, так что любой маломальский дождь отрезает населенные пункты от внешнего мира. И знаете, чем мотивировали жители Можвая необходимость ремонта? Тем, что дорога ведет на кладбище, где находятся могилы участников так называемой СВО. Это значит, что дань в виде пушечного мяса Москва продолжает получать даже в условиях полного бездорожья. Хотя, казалось бы, сама природа подсказывает, как нужно спрятаться, чтобы ни один военком тебя не нашел. На дорогах Карелии другая напасть. Трассу близ города Медвежьегорска регулярно накрывает густая мгла, совсем как у Стивена Кинга. Правда, причина ее вполне прозаична. Местные власти с мая не могут потушить горящую мусорную свалку, хотя регулярно отчитываются о тоннах завезенного песка, перекопанных участках и привлеченных единицах техники. Местные жители задыхаются и все чаще ропщут на Единую Россию. Но у той проблемы посерьезнее. Очередные выборы в горсовет на носу. И что-то мне подсказывает, что на них она снова победит. Ведь зачищать политическое поле – это не решать коммунальные проблемы. Курская область продолжает хорошеть при Владимире Владимировиче. Местных чиновников осенило, что типовые бетонные укрытия, которые уже стали неотъемлемой частью жизни местного населения, можно разукрасить. Видимо, чтобы пережидать в них бомбежку, было веселее. Губернатор области Смирнов так и заявил, цитирую, «Тематика должна быть патриотичной, и можно сделать граффити с нашими героями». Тем временем россияне уже набивают татуировки в память о суровых буднях при фронтовых территориях. Например, эта девушка теперь будет всегда носить с собой изображение типового бомбоубежища. Возможно, потому что провела там несколько романтических часов. Российские военные, которых перебрасывают в приграничье, тоже часто жаждут унести с собой оттуда что-то на память, только в самом буквальном смысле. В Белгородской области местные жители поймали российских солдат, которые обворовали их дом, утащили оттуда квадроцикл и вынесли продукты питания, в том числе тушенку. Вы что, блин, вообще? Мы, сука, вам помогаем, блядь, с первых дней. Вы что делаете, блядь, а? Ну, не стыдно вам, ёбка, у нас. Как вам, блядь, не стыдно, сука? Вон, квадрик вынули, блядь, все повыгребали нахер. О, что, блядь, тушенки нету, сука, голодаете или что, блядь? В Курской области российский военный обнес магазин детских товаров. Сначала он вышиб дверь кувалдой, а потом украл из кассы выручку. Напомню, в августе случились еще две подобные истории. В первом случае бойцы кадыровского батальона «Ахмат» обчистили салон сотовой связи. А во втором трое российских военнослужащих обворовали пункт выдачи заказов в Айлдберес, где хранились посылки, доставленные местным жителям. Такое ощущение, что защитникам Отечества абсолютно все равно, где мародерить – в Украине или у себя дома. Впрочем, ведут они себя так же, как российская власть. Если уж дорвался до каких благ, сделай все возможное, чтобы осталась одна выжженная земля. Белгородские подростки, которых отправили набираться сил в Ставропольский край, на собственном опыте узнали, что означает девиз «Своих не бросаем». В лагере «Гренада» детям выдали подушки и одеяло с подозрительными желтыми разводами. А когда ребята потребовали нормальное постельное белье, вожатая строго отчитала их за то, что они вообще приехали отдыхать. Ну, оставались бы дома, что вы приехали? Десять минут на выбор дали, сказали, что лагерь хороший. Мы не выбирали. Надо было 150 тысяч заплатить маме и ехать в другой лагерь. Зачем вы вообще приезжаете сюда, вы мне скажите? Отдохнуть. Отдохнуть. Так что, если кто-то из вас вздумает отстаивать свои права, знайте, на новоязи теперь это называется позориться. Лучше смириться и довольствоваться тем, что есть, иначе останетесь крайними. Еще один российский священник запрещен в служении за отказ читать молитву о Святой Руси, которую патриарх Кирилл написал после начала Большой войны в Украине. Это Петр Устинов из Челябинска. И вот как он сам объяснил свое решение. В этой молитве чувствуется некое принятие определенной стороны. Этой стороной называется некая Святая Русь. Я тоже там в своем посте написал, что мне не очень понятно, что это такое. Во-первых, святым может быть только человек, некая личность, которая творит волю Божью. А Русь, во-первых, ее не существует, нигде мы на карте ее не найдем. Но если под этой Святой Русью подразумевается некое государство, наверное, Российская Федерация, это тоже довольно нескромно называть себя святыми. Наша страна, она святая. Ну, как-то это совсем не вяжется вообще с христианской риторикой, которая наоборот нацелена на то, чтобы видеть в себе грех, видеть в себе проблемы и пытаться их преодолеть в самом себе. Конечно, все грустят, потому что у нас был храм, у нас была своя атмосфера, какие-то свои интересные мероприятия. Служба у нас была такая достаточно интересная. Чаепитие, общение неформальное очень. Поэтому такого мало в других храмах, и поэтому людям, конечно, очень грустно, что больше такой возможности не будет. Ну и мне грустно, несомненно. Но опять же, я не считаю, что с утратой священства я утрачиваю церковь и Христа. То есть церковь – это не священство. Церковь – это когда человек читает Евангелие и пытается жить по этому Евангелию. Сейчас в России лишены сана за отказ читать молитву Гундяева около двух десятков священников. Кажется, что их немного, но это объяснимо. Репрессии, которые следуют за ослушанием, ведут к фактическому запрету на профессию и лишению средств к существованию. Трудно представить, как в этом случае сможет прокормить себя и зачастую свою многодетную семью батюшка из какого-нибудь маленького сельского прихода. Кроме того, многие из них не хотят бросать свою паству. Тем не менее, даже редкие случаи, когда священники идут наперекор системе, дают надежду на то, что когда-нибудь РПЦ изменится в лучшую сторону и перестанет рассматриваться как предаток российских силовых структур. Это показывала не Москва, а программа о жизни российских регионов. Новую подборку самых любопытных и важных событий мы представим через неделю. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Ведь даже если Кремль далеко, он вас достанет или уже достал. С вами была Фарида Курбангалеева. До встречи!